Приветствую! Буду краток и прошу вас, давайте уже будем уходить от личности и переходить к плановой работе. Я понимаю, что вам всем интересно узнать подробности жизни разных персонажей. Итак, в приближении к моей жизни встречались такие персонажи, которые недавно хайпанули на совместном литературном чтении своей новой книги. Писатель-современник Саша Онищенко и гонзо-журналист-железнодорожник Сергей Лещенко. В общем, признаю, я им обязан и ваша доля, ребята, лежит в полном объеме в виде золотого лома. Именно благодаря Сергею и Саше меня узнала современная Украина. Оказывается, в одной из глав своего бестселлера Онищенко описал ситуацию, в которой он принес финансовый вклад на несколько килограммов денег в мой офис. А я, с его слов, отсыпал часть денег, чтобы не надорваться, и понес более легкий мешок и отдал шоколадному Педро. Тот взвесил и определил, что в сумке не хватает, около лимона. И так они прилепили мне прозвище недоносок. Я так полагаю, что все это последующее время меня Саша и Петенька так и называли за глаза, посмеивались и подшучивая. Жил я, жил, да про это ничего не знал. И вот, оказывается, как творческий пояс слога в новой книге Онищенко, так детально раскрыл нового микрогероя в истории страны недоноска Давида Жванина. Вы недоторганы, а я недоносок. Ну, хоть на одну букву называемся. Был такой себе клоп грузинский, а стал целым недоноском, которому поручили. Важнейшее дело. Если Саша не успеет съесть весь тираж своих книжек, я обязательно поставлю рядом с гуголевской шинелью Онищенковского недоноска. Сережа Лещенко, пиши книгу рядом с гуголевским носом. Будет стоять твой опус. Хорошенько подумай над названием, чтобы не рифмовалось со словом нос. А то скажут еще, о, гуголевский нос, а это что тут? Уй, прирос. Итак, действительно, такая веха в истории обычного партийного клерка была. И действительно, деньги Онищенко приносил. Я вам так скажу, я не просто не знаю, сколько там было денег. Я вообще даже не интересовался тогда, кто с кем и о чем договариваться по таким мелким вопросам. Да, я подчеркну, это на тот момент были очень мелкие вопросы. Тем более, с такими мелкими людьми, как Онищенко. Мы тогда не мыслили деньгами вообще, если у человека не было ни мозгов, ни власти, ни уважения, он входил самым простым, деньгами. Так вот вопрос, а откуда у Саши были деньги-то? Многие скажут, лошадей разводил, скакунов, или, наверное, конкурсы красоты хорошо продавались, билеты, там все другое. А может быть что-то еще? А, ну конечно, он еще и газом занимался же. У него были возможности. И вот всегда было интересно, откуда такие возможности? И как может человек быть насколько талантлив? Ну, казалось бы, есть у тебя и лошади, и телочки, и олимпиады. Зачем тебе еще грустная, скучная работа в парламенте? Причем не тебе платят, а ты на входе должен занести. Надо же, такой правдолюб взялся и в книжке сам написал, что не его позвали и предложили условия, а сам пришел и принес деньги. История этого Д'Артаньяна начинается с очень удачного знакомства. Просто когда-то Саша продавал хорошее настроение и образ красивой жизни в Украине. Такое сложно продать, но есть места пожирнее, конечно. Как это спросите вы? А я вам отвечу, где самые белые яхты? Ну, догадайтесь. Монако. Где самые красивые женщины? В Монако. Но приезжие. Где самые богатые и жадные политики тусят по выходным? В Монако. Правда, еще в Крушевеле бывает, но так. Вот Саша и понял, что имея образ успешного парня на яхте, тачке и в окружении юных красуточек с Украины, можно очень круто кружить в Монако. И все, кто надо, ну все, кто надо, туда и так приедут. Так он неспешно приторговывал своим голямом. Схема поставок мохнатого золота была налажена. В Украине регулярно проходят конкурсы красоты, хоть в каждом селе. Все эти мисс Украина, княжна Украины, княгиня чистого поля, ну и так далее. Есть такой пожизненный организатор Саша Гловацкий, сейчас Александр Сенченко из «Слуги народа». На его счету тоже подобного рода конкурсы, только среди студенток. В общем, станок работает. Ну а когда бизнесу уже тесно в рамках одной страны, всегда найдутся партнеры в лице Петра Листермана из Москвы. И так жили они весело и им все давали. И были вокруг них те, кому тоже хотелось. Так в Монако Онищенко намотал хорошее знакомство. Просто есть такие политики, у кого дети, сыновья, ну и сами они не прочь, молодость вспомнить. А у меня, дочки, на тот момент я, как отец, не разделял такой вид досуга и тем более бизнеса. Однажды в сети любви Онищенко попались ребята из олигархического круга Российской Федерации. Поймал он их, так сказать, наживца. И поскольку у Саши образование и связи уже по добыче газа какие-то были, эти боссы из Российской Федерации предложили ему тему по газу и курировать в Украине. Саше дают держать контроль над вентилем и трубой. И вся Украина сосет оттуда газ. Ну, а этим авторитетным парням сосут самые красивые представительницы Украины. Все при своих интересах, так сказать. Саша получил контроль над трубой и пообещал, что весь газ до последней сжиженной капли народа Украины он передаст. Передаст так, передаст, подумали акционеры и пошли пить шампанское. И так страна зажила, до этого жили. Скучно, конечно, а тут газ течет. Девочки красивые и нарядные ходят в отели Фермонт, на каблучках, из сел их привозят, в порядок приводят. В Санаханте одевают, обувают. Сыньки-то у депутатов, у губернаторов подрастают. Всем нужна своя настоящая мисс. А только конкурсы онищико дают, так сказать, сертификат и знак качества. Так многие сыньки украинской элитки обзавелись верными спутницами. Ну, а страна газифицировалась. Конечно же. Иногда Саша выезжал выгуливать своих скакунов то в чистое поле, то в бескрайние степи. А иногда арабские скакуны просили, чтобы им привезли на выгул украинских телочек. Все было бы хорошо, но Саша решил еще и политиком стать. На тот момент Мазута тянул шоколадный Педро. Ему, так сказать, госпожа Нуланд вручила скипетр и державу. Мне Онищенко и принес честно заработанные деньги. Я уже не стал его спрашивать, где он их взял. Может купил, может подарили. У меня был только один вопрос, какими талантами этот парень будет блистать в партии. Может он законы будет читать. Я уже не говорю про 50. И тут, видите, я был недальновидный. Он целую книгу написал. Наверное, в той книге есть видение Украины как страны. Все законы, которые он или инициировал, или принимал. А может быть там вопросы Евгеники, селекции, демографии. Был такой герой у Салтыкова-Щедрина. По его описанию он сумел приумножить население города, глупого, втрое. Ну, умер от истощения сил. Я лично желаю Саше крепкого здоровья и мотивации. Это его личное дело, чем он будет заниматься дальше. Просто лучше не лезть в политику. Если ты разбираешься в навозе и отличаешь сено от соломы, это не означает, что и комитет по социальной политике, или вопросы демографии в стране тебе под силу. Хотя, судя по счастливым семям юных политических отпрысков, как полевой сотрудник, ты мастер. Спасибо тебе за недоноска, наш Сашенька-чемпион. Кстати, по поводу Лещенька. Вы подумайте, может быть бизнес-идея будет какая-то. Серега парень талантливый, скоро останется без работы. Сделайте ему грудь. Да, поедете продавать. Современный западный мир, он такое любит. Женщины болтливых и с щетинкой. Так что вы вовремя спелись. В голодные времена хер без соли есть придется, не закусывая. Руку жать не буду, обнимать тоже, чтобы не испортить вам карму. Да, я это все сказал, вам не показалось. Мог и раньше сказать, но промолчал. Я же, желание.